На юг от Вены есть небольшой городок Санта-Карана. Поехали мы туда в отпуск. Ну отпуск, не отпуск. Решили 5 дней отдохнуть в этом городке на этой улочке, вот в этом маленьком отеле. Собственно называется он не отель, он называется кафе, но при нем есть пара хороших номеров. И вид с этих номеров великолепный. Воздух свежайший, панорамы красивейшие, тишина неописуемая. Все располагало к отдыху. Пошли как-то гулять. И увидели мы огромный муравейник. Рядом еще один, и еще один, и еще. Муравейников казалось очень много. Приглядевшись, мы поняли, почему эти леса настолько чистые, настолько ухоженные. Муравейники были огромные, и 2 метра высотой, немножко ниже. И леса вокруг них были и чистые, и ухоженные. Вообще муравьи здесь чувствовали себя королями леса. И отдавая долг их особому вкладу в чистоту леса, в здоровье леса, люди ставили памятник. Более того, для того, чтобы рассказать всем, и детям, и взрослым, кто на самом деле представляет для леса муравьи, была создана специальная муравьинная королевская тропа. Но создатели этой тропы решили объединить игру, знания и хорошую прогулку по лесу. Поэтому тропу создали не где-то в городе, а в горах, в чистых лесах. На высоте 920 метров эта тропа начинается. Она идет около 3 километров и заканчивается на высоте 1100 метров. На тропе расположено 15, как здесь говорят, информационных станций. А это дятлы, а вон муравей. А это указатели дальше будут. На одной из станций оказывается не только о муравьях. Вот здесь есть три гнезда маленьких животных и маленьких насекомых. Они отделены, они защищены и все, кому интересно, могут посмотреть, как развиваются и живут соседи муравьев по лесу. Ирина, смотри, вот здесь гнезда всяких насекомых. Иди сюда, Диан. Смотри, какие указатели. А куда идти? Мы идем на озеро. Очередная станция посвящена строению муравья. Как предложить ребенку узнать что-то новое, заинтересовать. Поэтому к муравью приклеили увеличительные стекла. Это же интересно, разглядеть в деталях то, что не видно, без увеличительных стекл. Ай, и такое тоже случается. Все же лес, не асфальт какой-нибудь вам. Нет, там ничего нет. Там просто кусочки муравей на кругах. Они не живые, там картинка. Не пользуйся, там просто картинка. Но это нет и ничего нет. Ничего нет, заглядывай. Чтобы ты видел, как сделан муравей сделан. Какое у него ушко. Вот посмотри на его ушко. Видишь? Какие у него лапки. Какой у него носик. Ты. Муравьи. Смотри, какая голова у муравьев. Пошли дальше. В крупневом виде. Черничка. О, смотри. Какие муравьи есть. Это матка муравьевная. Это матка муравьевая. 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 Семейные караваны на этой тропе Совсем не редкость Вот идет очередная семья Дети, мама, папа, бабушка Всем интересно Представляете, насколько хорошо Здесь организован семейный совместный досок Интересно, полезно, здорово и здорово Что это? Что это? Запахи ягод О, как запах Понюхай вот здесь Ну вот, вот отверстие На этой информационной станции мы помнили как пахнет Ландыш Весной Черника Как сейчас пахнет земляника Вот на этом стенде небольшой рассказ о том, кто главные муравейники Клавные муравейники это самка Рабочие муравьи и охранники И также самцы Молодец Молодец Вот первая игровая площадка Здесь, вот смотри, оленей кормят Здесь кормушка для оленей Всегда зимой приносят еду Как известно, муравьи могут поднимать вес многократно превышающий его собственный И вот на этом стенде есть ответы и вопросы Какой муравей что может поднять? Сколько весит сам муравей? Сколько может весить груз, который он способен поднять? То есть игра и обучение Королева, она несет яйца Яйца здесь сначала собирают Потом в детский мир переносят в садик Видишь? Есть убиральщики Есть те, кто еду собирает, складывает Это реально? Да А это тля Иерархия муравейники это конечно очень сложная структура Главное королева матка Ее функция только одна Она непрерывно откладывает яйца Есть муравьи охранники Есть муравьи рабочие Есть муравьи разведчики Есть самцы Муравей охранник например Развивается таким образом Что у него челюсти не позволяют даже кушать И их кормят специальные муравьи Вот это здесь тоже что-то Вопросы А, это вопрос, а это ответ, читай, прочитай, что там Это знак вопроса, а здесь ответ, когда умирают птицы, да, воровьи их разносят Вот какую-то гусеницу или осу, а не гусеницы, которые едят лес Вот Это, по-моему, про птицы Нет, здесь надо знать, куда воткнуть А, вот здесь есть ответ Вот сюда оранжевый Стенд посвященный хищным птицам, орлам, ястребам, саталам Схема очень простая, есть описание, есть правильный ответ И есть тросик, который, как стрелочка, при правильном расположении Будет указывать птицу и ее описать Для тех, кто не знает, сзади есть подсказка, цветная дырочка Которая должна соответствовать тому штырю, который вставляет Игра И, наконец, мы дошли до места, которое называется Релакс Плац Это игровая площадка для детей Это место отдыха для взрослых И это игровая площадка для всех остальных На берегу водоема, искусственного водоема Водоема имеющего особое значение для этой местности Но об этом чуть позже Вот слышь, Валь, вот здесь заяц сидел Валь, вот здесь Валь, вот здесь Три родника, соединение к озеру Вот здесь сзади есть фильтровальная и прочая станция Отсюда идет на все ближайшие поселки вода Ну, а это мы ее и пьем Вот здесь сзади на все ближайшие поселки водоема Вот здесь, это считается верхняя точка здесь, обзор Вот здесь, это считается верхняя точка И все дела Только гноула сделаны, видишь Все искусственно сделали А лесенки вперед сбежат, они туда в глубину спускаются Если я, как выбирай, метров влест envies Лесенки, чтобы чистить родник. Ну-ка, помаши крылышками, бабочкой крылышками, бяг, 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 бяг. Самый смелый, который дошел до верха. Хочешь покажу, кто самый смелый? Смотри. Здесь мы поднимаемся, туда мы спускаемся. Вот так, попроси, вот это ответ. Какие бабочки, попроси, ух, эти бабочки не видно на камере, да? Давай вводим. Ох, а там еще написано. В общем, в следующем Глазфюге они выглядят красиво. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...